сейчас очень красиво вот так цветет ясколка почвопокровное растение которое расцветает у нас в конце мая начале июня у меня два сорта я уже не раз об этом рассказывала более высокорослый сорт и к сожалению я не знаю что это за сорта села на рассаду высаживала в позапрошлом сезоне покупала семена как просто ясколка это более высокорослый сорт и зацветает она немножечко раньше чем низкорослый сорт у нее другой лист не настолько он опушенный имеет более зеленоватый оттенок но почему-то в этом году она мне нравится больше чем низкорослая всегда я говорила что хочу от нее избавиться она очень красиво разлеглась на дорожку как ампельное растение потому что у нас были солнечные сухие жаркие дни у нас не было дождей ясколка имеет вот такой декоративный вид конечно скажу по правде весной мой собака очень часто на нее ложился и любил погулять по этой исколке поэтому немножечко он внешний вид ее испортил думаю нам было бы еще лучше эти цветы были бы были бы стоячими скажем так ну на мой взгляд смотрится все равно очень декоративно сейчас покажу как выглядит более низкорослый сорт она еще не вся расцвела только начинает распускаться а это уже практически в полную силу своего цветения потому что вот очень небольшое количество осталось нераспустившихся бутонов конечно же избавляться от этого высоко высокого сорта высокорослого сорта и осколки я уже передумала после цветения вот сейчас в этом сезоне по всей вероятности мне нужно только будет пересадить отсюда елочки здесь низкорослые сорта елей вот такие миниатюрные они немножко мешают внешнему виду ну в общем они здесь мне кажется не по теме но они здесь сросли изначально я посадила что исколку она уже разрослась можно пересадить в другое место елочки хотя когда после цветения я срежу исколку именно елки будут украшать все это место потому что после обрезки и сколько зарастает примерно 3-4 недели снова наращивает массу и имеет декоративный вид а первое время после обрезки это скажем прямо не очень красивое растение вот так это второй более низкорослый сорт он конечно имеет более опушенный лист лист меньшего размера он кажется голубоватым более плотный коврик почему она мне больше и нравилось всегда цветение у нее тоже будет очень пышно смотреться будет очень красиво просто на не является ампельной но после обрезки этот сорт смотрится намного лучше немножко аккуратнее скажем так потому что остается много все таки вот сама листву там я срезаю листву покороче и много оголенных веток этот сорт смотрится намного лучше именно после стрижки после цветения не всегда мне всегда нравился больше вот этот сорт конечно но просто сейчас очень эффектное цветение у высокорослой исколки хотя когда раскроются все цветы у этой это тоже будет очень эффектный очень эффектный белый коврик серебристой листвой я обязательно покажу как красиво когда солнечно когда освещается солнцем солнышко просвечивает сквозь листья все такое яркое красивое это вечернее время вот так смотрится красиво все вечернее время утром тоже очень красиво но вечернее время особенно а а а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. И это тоже какой-то из видов частица рост. В другом месте был совсем невысокого роста. Совсем невысокого, поэтому я и подсадила его сюда. Был немножечко повыше, чем вот этот серебристого цвета, но не такой высокий. А вот сейчас он закрывает здесь в этом месте и полынь шмитта. Шмитта вроде забыла я. И другие растения. В общем, он здесь совсем не по месту. И поэтому убирать, конечно, буду безжалостно. Здесь же у меня малине, которую он тоже прикрыл. В общем, вот такой вымахал огромный, огромных размеров. Не знаю, что это за сорт. Сам населся у меня на участке. Я его нашла случайно вот там, в другом месте. И сюда пересадила. Но не рассчитывала, что это будет такой огромный куст. Можно, конечно, пересадить и в другое место, но ему нужно солнечное место для того, чтобы он хорошо развивался, как здесь. А таких мест у меня не так много. Поэтому, думаю, это не настолько интересный красивый сорт, как вот тот частиц шерстистый, который растет рядом с серебристыми листиками опушенными. Можно его и куда-то, в какое-то местечко перенести. Решила просто сейчас, не дожидаясь цветения этого частица, срезать его заднюю часть. Потому что все-таки страдает моя полынь. А полынь для меня намного важнее. Я ее покупала, эту сортовую полынь. Специально. В прошлом году, или позапрошлом, я уже и не помню. И страдает моя молния. Страдают все. На самом деле, страдают все растения, которые растут здесь. Потому что не предполагалось такой высоты этого растения. Вот. Заберу корзину. Посмотрите, как неравномерно нарастает половин. А вообще, куст этот должен быть круглый и очень красивый. Молинию не видно. Вот такая красивая молиния. Поэтому решила сейчас, я все-таки, наверное, удалю полностью отсюда этот куст. Не дожидаясь, когда он зацветет. Здесь ему не место. Вначале все срежу, а потом выкопаю оставшийся корень. Он зацветит. Так. 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 Продолжение следует... Нужно было сделать это еще раньше, чтобы не страдала полынь. Малиня не пострадала, а вот полынь пострадала. Вот ее форма. Буду надеяться, что сейчас ей будет попадать сюда солнышко, и она нарастет. Красивой кочечкой. Очень красиво. Голубая. Очень мягкая у нее такая нежная листва. Решила немножечко остричь вот эти вытянувшиеся веточки от того, что им не хватало солнца. И буду надеяться, что она загустится, выровняется. Пока я ей придам форму. Форму шарика. Скруглю как бы этот край. Здесь все красиво, а вот эта часть вот подтянулась к солнцу. У нее нет такого явного запаха полыни. У меня растет еще один кустик полыни на камне. У нее такой настоящий, насыщенный аромат. А у этой, сортовой, нет такого. Полностью отцвела лису, поэтому его тоже нужно срезать. Если срезать его сейчас, быстро и правильно, он может зацвести еще раз в этом году. Для этого мы срезаем только цветоносы. Если мы хотим, чтобы лисун цвел еще раз, мы срезаем только отцвевшие цветоносы. Я в прошлом сезоне делала видео подробное об обрезке лису, двумя способами. Если мы хотим просто уменьшить его размеры или просто состричь, нам не нужно второе цветение, как его стричь. И как стричь алисум, если мы хотим увидеть повторное цветение еще в этом году. Конечно, это не гарантировано, что он зацветет еще раз. Это тоже зависит от многих факторов. Но чаще всего он зацветает. Не очень плешно, но зацветает. Можно, конечно, оставить эти цветоносы, если вы хотите, чтобы у вас вызрели семена. Можно собрать семена и посеять. Я, кстати, сеяла весь свой алисум на рассаду. Это не мои собственные семена, я их покупала. Но весь алисум у меня выращен из семян. Очень красивое, яркое, желтое цветение. Очень мне нравится. Рассадила по нескольким местам. Правда, потом у него лист не очень такого декоративного вида. Но сизый, неплохой такой цвет имеет. Дополняет эту мою кулу. В общем, я алисумом довольна, очень довольна. Красивое, яркое, весеннее цветущее растение. И если семена не нужны, не затягивайте. Вот только отцвел, сразу обрезайте. Тогда можно действительно дождаться повторного цветения. Я обрезала разными способами в прошлом году. И покороче вот так. И сами цветоносы. Так что все зависит от того, какие цели мы преследуем. Он сейчас немножко разрастется и будет прикрывать от солнца этот барбарис. Поэтому в этом месте я его стригу покороче. И оставляю на следующее цветение. У меня растения посажены очень густо. Поэтому мне приходится все стричь максимально, коротко. Я делаю такие обрезки серьезные своим растениям, плачу покровным. Снова вот такая большая корзина мульчи. И сейчас уложу снова под свои растения, на свои горки. Может быть, скорее всего, занесу в большой миксбордер. Там очень плохая почва. Под такой мульчей почва сразу заметно улучшается. Она становится рыхлее и более плодородной. Делаю каждый год, как я говорю это. И все, что будет обрезаться, ничего не пойдет в компост. У меня уже полная компостная куча огромная. И там еще все не перегнило с прошлого года. В общем, все это буду использовать для мульчирования. Сейчас уже собрались тучи. Наверное, снова пойдет дождь. Поэтому продолжение будет завтра, по всей вероятности, если будет хорошая погода. Потому что, во-первых, качество видео не очень хорошее. Из-за того, что вот так пасмурно. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас нужно бы почистить и осоки Мороу. У всех своих осок я удалила цветоносы. Во-первых, они смотрятся некрасиво, неаккуратно, неэстетично, на мой взгляд. Я уже у других осок удалила цветоносы. Я их просто вынула, вот так вот вырвала из центра куста. Они некоторые вытягиваются легко, некоторые просто вырываются. И нужно вырезать поврежденную листву. У этого куста много поврежденной листвы, потому что в прошлом году я ее не дочистила. Поэтому можно удалять просто всю поврежденную листву коричневую, подсохшую, некрасивую. Она нарастет по новой. И чем раньше мы это сделаем весной, тем лучше. Можно, конечно, и выдергивать. Кому как удобно. У этой осоки хорошо выдергиваются старые листья. Я сейчас попробовала. Даже проще. Выдергивать намного легче. Растет у меня уже 4 года. Я ее поделила на несколько кустиков, на несколько таких кочек. Здесь у меня еще одна из засок. И я взяла ножницы для ее обрезки. Думаю, ножницами будут немножечко быстрее работать. А еще хочу показать, как сейчас уже покраснели кончики у моей император-цилиндрической сорта Red Baron. И, кстати говоря, расцветает уже шалфей дубравный. Один из сортов. Это низкорослый сорт. Правда, не знаю, какого цвета будут в этом году у него метелки. Потому что в прошлом году были и розовые, и фиолетовые. Не знаю. Это для меня сейчас загадка. Милленбергия у меня, кстати говоря, поселась. Здесь же. Вот неприхотливое растение. Милленбергия. Надеюсь, красивое. Потому что еще пока не цвела. Я жду ее цветения. Посмотрите, какое красивое сочетание растений по цвету. Это пион. Вот такой вот. Малинового цвета. Старый сорт. Покупала 20 лет назад на базаре у бабуши. Какой-то ранний сортов. Низкорослый. И базиночерная сорта Black Beauty. Вот она растет сзади. За этим пионом. И, на мой взгляд, это очень-очень удачное сочетание. Вот такой насыщенный. Я не знаю, как его назвать. Пурпурный, наверное, цвет. И практически черная. Листва. Это бузины черной сорта Black Beauty. И я не знаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спешила показать, пока не отцвели пионы И вот сейчас у нас снова вышло солнце И я вам показываю Вот это красивое сочетание Именно вот такого листвы Вот такого практически коричнево-черного цвета И пурпурного цвета пиона Потому что если посмотреть, например, на скумпию С пурпурным листом То сочетание уже пиона со скумпией Оно не настолько интересно, на мой взгляд Не настолько ярко, как сочетание Вот именно с этой бузиной-черной Сорта Black Beauty Ну или Black Lace Еще есть тоже такой черный лист Только немножко другая листва Более резная, более тонкая А само сочетание просто бесподобно Более резная, более тонкая листом Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова